3 тысячи специалистов, 3 тысячи квадратных метров деловой экспозиции, десятки мероприятий. Все это можно увидеть в экспофоруме в Санкт-Петербурге. Там открылся 22-й международный форум экология большого города. Эксперты уверены, именно на этой площадке обсуждаются самые инновационные решения в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. Форум проходит при поддержке Совета Федерации. В его работе принял участие и председатель Комитета Верхней Палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Он сейчас на прямой связи с нами из Санкт-Петербурга. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Все-таки какие особенности у форума в этом году? Актуальные вызовы экологии большого города. Вторая актуальность для непосредственно нашего Комитета и Совета Федерации — это целый ряд законов, над которыми мы сегодня работаем. Они в первую очередь касаются экологии и затрагивают большие города. Это и тема развития особо охраняемых природных территорий. Это вопрос работы с медицинскими отходами, и многие регионы задают вопрос, когда этот вопрос будет урегулирован. А также актуальная тема — это развитие парковых пространств, как сделать особо охраняемую природную территорию удобной для использования жителей. Повестка крайне актуальная, и, мне кажется, символично, что она проходит в Санкт-Петербурге, потому что Санкт-Петербург — один из мировых лидеров городов с многомиллионным населением, который теме экологии уделяет большое внимание. Много лет назад была проведена большая работа по очистным сооружениям, и сегодня более 99% стоков, которые есть в городе, соответствуют всем нормативам и стандартам. Это хороший пример и опыт для других субъектов Российской Федерации. Поэтому повестка крайне актуальна, и важно, что, несмотря на международную непростую ситуацию, этот форум проходит под патронажем администрации правительства Санкт-Петербурга. И я очень надеюсь, что, подводя его итоги, мы выработаем еще дополнительные решения и подтвердим правильность тех действий, тех направлений, над которыми сегодня работает наш комитет. Какие мероприятия, программы ключевые и в каких вы уже приняли участие, о чем говорят участники? На что они обращают внимание? Утреперные точки могли бы вы нам назвать? Ну, как всегда, на форумах актуально и пленарное заседание, которое вырабатывает решения системные для регионов. Всегда важно и куарное общение в коридорах, потому что многие субъекты подходят со своими конкретными проблемами. Основные направления в этом году — это вода, водный объект. Хочу напомнить, что президент в своем послании сказал, что, во-первых, тема экологии остается приоритетной, несмотря на международную ситуацию. Во-вторых, отдельное внимание уделило очистке рек и данной федеральной программе. Поэтому организаторы в этом году решили посвятить основную часть программы — это именно в воде. И второе направление, которое также на форуме активно обсуждается, — это цифровизация процессов. Это крайне важное направление для того, чтобы управлять ситуацией, для того, чтобы иметь объективные данные. Вы представляете в Совете Федерации Подмосковья. Какие региональные темы и практики актуальны для Московской области? — Обсудили с коллегами из Санкт-Петербурга, из Ленинградской области о том, что тема медицинских отходов для нас одинаково актуальна. Вторая тема — это мониторинг атмосферного воздуха. Санкт-Петербург в этом вопросе далеко продвинулся. Мы обсудили с производителями отечественного оборудования, именно тех, которые готовят станции по анализу, по многим параметрам качества атмосферного воздуха. Также с Санкт-Петербургом обсудили тему региональных особо охраняемых природных территорий. Хочу напомнить, Валентина Ивановна на последнем пленарном заседании Министерства природных ресурсов такую задачу ставила, о том, что вопрос затянулся, а регионы требуют его скорейшего решения. Все вопросы связаны с актуальностью экологии больших городов, актуальны и для Подмосковья, и для многих субъектов, где такие агломерации у нас имеются. Какую оценку эксперты дает госпрограмма «Экология»? Есть предложение по доработке и совершенствованию механизмов нацпроекта? В любом случае ее приходится актуализировать, но все отмечают, что важно, что она сохраняется, что достаточно серьезные объемы финансирования, и все эксперты рады позиции, которую обозначает президент в федеральном послании, потому что это главный тренд, в рамках которого будут работать все органы государственной власти, экология, приоритет. И для любого большого города важной остается проблема утилизации мусора. По какому пути мы уже сейчас идем? Мусоросжигательные заводы – это выход из ситуации? Есть технологии, которые подтверждены международным опытом, и для больших крупных агломераций это бывает иногда единственным выходом. Самое главное, что здесь, наверное, не придется проводить эксперименты. Самое главное, что уже многие регионы, давно не регионы, а многие страны идут по этому пути. Тема обезвреживания медицинских отходов тоже является актуальным и самым эффективным. То, что касается классов В и В медицинских отходов, тоже является термическое обезвреживание, то есть фактически их сжигание с последующими небольшими остатками. Поэтому тема отходов для любого мегаполиса актуальна. Хочу сказать, что в Санкт-Петербурге, например, единственный региональный оператор, который занимается вывозом, переработкой и размещением отходов, тоже интересный опыт. Обсудили его, посмотрели, какая есть региональная проблематика, ну и договорились о поддержке Санкт-Петербурга в этих начинаниях. Но еще одна важная тема – это сохранение и развитие зеленых территорий больших городов. Какие инновации есть в этом направлении? Первое – это закон, который был одобрен на последнем пленарном заседании. Это закон, который позволяет развивать особо охраняемые природные территории. Напомню, у нас большие площади в стране заняты именно этими территориями. Они любимы нашими жителями, но важно на них сегодня создавать необходимую для отдыха инфраструктуру, чтобы жители могли ими пользоваться. Вторая инициатива, которая также нашла поддержку у регионов, это инициатива фактически нашего комитета совместно с депутатами Государственной Думы. Это возможность размещать парки в лесах, возможность строительства. Там необходимы инфраструктуры велодорожек, лыжных трасс, необходимы инфраструктуры для его удобного использования. Хочу напомнить, что у нас и в Москве, и в Санкт-Петербурге проживают миллионы жителей. И очень важно, чтобы у них, несмотря на высокий уровень урбанизации, высокий уровень плотности застройки, были зеленые территории, которые удобны для отдыха, для проведения семейного досуга. Ну и финальный вопрос. Помогает цифровизация в решении всех этих актуальных вопросов и темы, которые вы сегодня озвучивали нам? Без цифровизации уже невозможно представить сегодняшнюю реальность. Она упрощает процессы многие, ускоряет, что очень важно, удешевляет. Поскольку сегодня бюджетные возможности, к ним надо относиться очень рационально, соответственно, процесс цифровизации позволяет экономить бюджетные деньги. Поэтому у нас есть и создан совет по цифровизации. И тема экологии, особенно в больших городах, нуждается в постоянной цифровизации. Это было разобрано сегодня на площадках форума. Уверен, что программа будет продолжаться. И радует, что наши отечественные производители активно участвуют в этой программе. Спасибо, Александр Владимирович. На наши вопросы из Санкт-Петербурга отвечал сенатор Александр Двойных.